Территория школы номер 14. Несколько месяцев здесь строят спортивную площадку на 570 квадратных метров. Изначально выровняли поверхность, потом уложили бетонное основание, смонтировали ограждение. Подрядчик ждет постановку оборудования. Торжественно перерезать ленточку обещают к концу июля. Будет включать в себя игровое поле для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол с соответствующим оборудованием. Также будет в комплексе система тренажеров для занятия, для занятий воркаутом. То есть система брусьев, турников, гимнастических скамеек. Цена вопроса чуть больше 5 миллионов рублей. Это краевой проект. И территория этой школы выбрана неспроста. Здесь занимается 1600 детей. Дополнительная тренировочная площадка явно придется кстати. Но пускать на нее будут и посторонних желающих. В вечернее время и на выходных оздоровиться сможет каждый. У вас когда заканчивается по срокам? 20 июля. 20 июля? Да. Все вы сказали? Все есть? Да. А это уже территория 29-й гимназии. Здесь тоже затеяли огромный проект. Возводят спортивный зал. За основным зданием заложили новый фундамент. Ведется капитальная стройка. Из местного бюджета на все работы выделили на 34 миллиона рублей. Год ушел на разработку проекта. Почти столько же на экспертизы. У нас по проекту и по заданию это сдача 30 ноября этого года. Так что я думаю, что все успеют. Здесь будет нормальный новый полноценный спортзал. С туалетами, с раздевалками, с душевыми. Помимо этого еще будет футбольное поле. Новая спортивная площадка. Тут такой целый спортивный комплекс будет. Еще один зал требовался очень давно. Ведь ежегодно только увеличивается количество детей. К тому же меняется программа. По стандартам теперь в некоторых классах дополнительные уроки физкультуры. Образовательный процесс здесь проходит 1140 учеников. Эта школа очень большая. Одного спортивного зала нам было крайне недостаточно. По 12 уроков в день ставилось. Первой смены, во второй смене. И этого даже не хватало. Сейчас со строительством нового спортивного зала мы, конечно, приведем все в порядок. В санитарные нормы войдем. На стадионе «Патриот» работы практически на финишной прямой. Еще зимой здесь начали строительство тренировочного трека для мотогонщиков. В общем, этот год знаковый для усыриска на такие преобразования. Причем в нашем городе давно идет речь о социально ориентированном бюджете. Потому образовательные и спортивные объекты в особом приоритете. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.